Советую заглянуть на канал HugoPlay, там вы сможете увидеть прохождение, обзоры по Хойке, коррестоносцам вторым и другим играм от пароходов. Видео на канале выходит ежедневно и с использованием монтажа. Ссылка в описании, рекомендую. Всем привет, с вами как всегда Эмбро, продолжаем мы нашу историю зеленой России. Также здесь у нас война великая продолжается, мы Пруссию здесь продавливаем, не даем вообще никакой возможности немцам стабилизировать фронт, и надеюсь то, что дальше так и будет, потому что совсем рядышком здесь уже идет Берлин у нас. Тут, конечно, удалось прорвать, они очень как-то странно здесь законом воспользовались, мы так-то ведь не воюем против Дунайско-Адриатического Союза, но воюют немцы, которые имеют право прохода по территориям этого альянса, но атаковать свою территорию они не могут, потому что он с нами не воюет. А вот тут каким-то образом они то ли нашли, то ли я не заметил то, что здесь была провинция Украины, ну короче, они просто перешли с территории Союза этого на территорию Украины и уже могут спокойно атаковать, потому что с Украиной мы воюем. И самое интересное, что здесь еще и дунайцы стоят. Почему они сюда заходят, я не знаю. Мы сейчас если сделаем котел, мы их закроем, они просто опа, и уйдут к себе домой. Так, ну главное, кстати, это дело закрыть, потому что здесь у меня, ну войска пока подходят. Также есть некоторая проблемка, которую я заметил только что, это вот, вот оно. Аргентина, она же здесь, посмотри-с, захватила Норвегию, а тут же ведь оказывается у нас есть же проход, понимаете в чем дело. А я как-то что-то не придал этому даже значения, и в общем они сейчас нас с севера здесь захватывают. Надо как-то реагировать на это, у меня, конечно, пехотное снаряжение сейчас заканчивается, новые войска я не сделаю. Хотя, может, если я сейчас, блин, фигово. Наверное, нужно здесь быстрее разбираться и на север кидать, потому что тут Петроград рядом, вот в чем дело. Еще мне нравится то, что в этом моде есть остров Шпицберген, только он как-то, ну, понимаете, что он здесь не находится, он находится намного севернее, но они его влепили вот сюда. Не знаю, насколько это, конечно, адекватное такое решение, но зато он здесь в этой игре представлен теперь. Окей. Здесь у нас, что в Иллирии здесь происходит, мы котел закрываем тут, здесь котел тоже образовался, давайте его будем тоже прикрывать и, в принципе, далее атакуем. Сейчас на территорию Украины я перевел авиацию нашу. Перевел? Или ты еще летишь? Она еще летит, вот, чтобы помогало. Ну и, в принципе, может быть, мы здесь справимся одной армией, плюс здесь же еще как бы нам румыны помогают. Оп, давайте-ка... А, чёрт, встал отсюда. Попробуем сейчас закатлить. Должно получиться, минус две дивизии. Отлично, давайте будем сейчас закрывать. О, и здесь еще котел, кстати, тоже есть у нас. Велосипедист, ничего себе. Так, ну, в принципе, нормально, здесь никаких проблем нет. Вот тут что у нас? Ах, конечно, я порадовался, что вот это котел, если бы правопрохода у немцев не было по территории Союза этого. Ну ладно, можно как-то проводить вот так вот закатлить. Хотя, чё париться-то, мы здесь и так, в принципе, хорошо проходим, у немцев мало здесь войск. Они, в основном, их стянули, я так понимаю, сюда, на запад. Плотина на Волге у нас готова, я думаю, что сейчас можно еще здесь взять. А именно, слава вождю. Когда его задача превратить Россию в настоящий дикий рай на земле, наконец, выполнена, Горгулов нацелился на слабые страны Запада. Пусть звучат барабаны войны для всего мира, когда зеленый вождь произносит свою великую речь. Зеленая диктатура, мы скоро строительство уменьшим, мы скоро строительство инфраструктуры на 5. Блин, а можно чуть попозже? Все, конечно, хорошо, но мне вот это пока не нравится. Пока я на строительстве еще заточен. 10% пока, давайте, не надо. С Польшей чуть попозже давайте. Сейчас, думаю, стоит взять... Давайте, кстати, электронную войну. Мне, как раз, бонус к технологиям вычислительным пригодится. Так, проходим, в общем. Видим, то, что у немцев по снаряге проблемы. Кстати, 147 дивизий. А людских ресурсов много. Значит, да, это все-таки снаряга у них. Промка у них, значит, страдает. Тут тоже сейчас нужно закрыть. Давайте. Ну, зря они, конечно, здесь еще начали атаковать. Им бы сюда войска стоило стянуть. А не, блин, начали тут проходить. Так, здесь мы сейчас котел закрыли. Можно даже по потерям сейчас посмотреть. Мы потеряли 358 тысяч. Немцы сняли сотку, нам Иллирия 200. То есть, вот сколько мы Иллирии сняли? Мы сняли 446 тысяч. Разница какая? А немцам мы сняли 477. А они нам соточка. Капец. Притом, если бы я еще более, ну, пытался как-то точечно атаковать по фронту, а не сплошная вот так вот, то у нас бы вообще потерь бы практически не было на самом деле. Ну, людских ресурсов у нас дофига, поэтому нормально. Единственное, что проблемка это вот не хватает пехотного снаряжения, которое мы здесь прям так в темпе теряем. Так, значит, истребители сюда вот. Я, может, чуть заберу самолетов. Я отсюда, я отсюда. Вот, давайте вот так, потому что арты у нас, в принципе, много. Вот так вот лучше сделаем. Значит, прошли сюда, еще сделали котел. Нужно еще сюда двигаться. Здесь можно не бояться с территории, как бы, чехов. Они атаковать тоже у нас не могут. Что здесь у нас? Давайте, иди сюда. Норманы, конечно, молодцы, помогают, хорошо. Что у нас по Иллилии осталось? Вот тут совсем немножко. Давайте, за греб берем. И нужно еще пройтись. Ну-ка, ну-ка, давай-ка сюда до Южной Каринтии. Погнали. Все, здесь закончили. Я вот что думаю? Я, наверное, часть земель все-таки отдам сербам. Вот эти вот земли, пожалуй, им отдам. Да, или, может, вот так даже. Не, давайте я так вот сделаю. Вот. А дальше все остальное я сделаю. Марионетка, да. Так, не, как марионетку можно сделать? Я это все тогда себе сейчас захватываю и просто делаю через решение марионетку. Хотя, знаете, сейчас я подумал, зачем нам за свой счет отдавать эти земли, если у нее тоже счет есть? Пусть она их и заберет себе сама. А это все мы уже все будем забирать. Значит, я заберу вот это, вот это, вот это. И, конечно, можно ее перегородить, но она заберет вот эти земли, это будет ужасно. Поэтому я начну, пожалуй, наверное, отсюда. Давайте вот так. Он забирает. Ух ты, закрылась мне такая. А, проход я и забираю. Нет. Так, значит, караина. Сюда нам нужно. Давайте сейчас пока караину возьмем. Потом уже будем сюда вот отходить. Нет, пока не хватает. Понял. Берем. Все, здесь хватает. Пропускаю. Ох ты, что ты закрываешь? А я заберу себе это. Мстим ботам за то, что они любят анклавы делать. Ладно. Завершаю хоть здесь. И вот это мы сейчас, надеюсь, заберем. О, спасибо. Нормально получилось. В принципе, как я и хотел. Вот. Теперь я хочу идти с земли сделать нашей марионеткой. Могем? Сейчас должны решения появиться. Появитесь, пожалуйста. Ну окей, тогда чуть подождем. И должно появиться. Так, вот эти вот войска. Я что думаю, куда вас направить? Давайте вы подходите сюда вот к укры... А тут... Тут сейчас уже сами справиться. Давай, иди к Польше. Ты... И кто здесь с тобой еще в этой армии? Слушай, какая Польша? У нас же здесь... Вот что происходит. Давай-ка быстро сюда беги. Фу, хорошо, что мы так быстро закончили с этим. Тут, конечно, пехотные дивизии. Без артиллерии. Но ничего. Я тут направлю еще в этих вот синих, когда они закончат с Украиной. О, как тут хорошо. Немцев мы еще закрываем. Ё-моё. Капец. Тут немцы, конечно, умные. Постабили так хорошо. Но пока здесь, кстати, решение не появляется. Там, возможно, из-за того, что мы находимся в войне, это не работает. Я просто не очень-то разбираюсь в этом моде. Поэтому вполне возможно в этом-то и причины стоит. Ну ладно, в любом случае, пускай так будет. Ничего страшного. Здесь мы сейчас прижимаем. И тут. Мы тут немного стоим. Нужно двигаться. Давайте. Хотя стоять. А ну. Может, сработает, как я хотел. Давай-ка вот так вот. До Гинденбурга. Может, закроем сейчас этих здесь. Почему бы и нет? Здесь немного, конечно, приостановились. Почему? Тут уже пустые. Вон даже есть. У нас провинция. А, ну просто так. Знаешь, подустали, видимо, немного. Давайте сюда в Росток. А, уходит хотелось закрыть. Ну ладно. Смотрите. Здесь французы стали по Бадену. На его линии реки. Вадень Бангкока. Сиам капитулирует. Оф. А мы у него резину закупали. Ладно. Мы скоро будем делать свою резину. О, уже можем. Давайте военный завод достроим. И тогда я уже буду эту резину здесь строить. Он даст нам, как раз, и топливо, и саму эту резину. Так. У нас здесь есть возможность нанять еще одного агента. Знаете, какого агента я бы взял? Я бы завербовал, наверное, француза. Просто я пока не знаю. А, не. Вот. Можно. Прожимаем. Ну, вот это типа фигня. Это с турками, блять. А здесь. Что можно нам сделать с Хорватией? Насчет, кстати, пока сейчас агентов я никого нанимать не буду. Потом мы сделаем выбор. Либо мы сражаемся против Антанты. Выходим в Индию и дальше. Либо же сражаемся против Интернационала. Воскресе этот вариант у нас и будет. Но потом посмотрим. После войны уже будет все понятно. Значит. Мы должны освободить их. Можно отдать, конечно же, Сербии. Но, знаете, мне как бы выгоднее, чтобы здесь была марионетка, а не просто союзник. Потому что, как бы, союзники это равносильные члены Альянса. А вот... Ох ты, ёпрст. А вот марионетка, это уже подконтрольная нам страна. Еще в итоге вышла здесь. А, мне опять баганулся задник. Прикольно. Но, как мне отдать теперь тебе эти земли? Могу я их вернуть, допустим? Хм. Так просто я, наверное, тебе их не отдам. Интересно выходит. И тут еще что происходит? А, тут немцы стоят. Фу, я думал, не проходит. Ладно, пускай так будет. Это все потом поправим. У нас Королевство Хорватия, конечно. Ну, думаю, то, что можно отдать ей еще Боснингерцеговину. Да и сюда выйти. Короче, посмотрим попозже. В любом случае, как я уже говорил, границу будем ровнять. Поэтому это, как бы, не финальное то, что вы здесь видите. Далеко не финальное. Падение Берлина. Известия из Берлина подтвердили, что германский город был захвачен русскими войсками после жестоких боев на улицах величайшего города Метал Европы. Германские солдаты сражались, как и львы, надеясь остановить наступление русских солдат. Но были в конечном итоге выдавлены из города. Ошарашенные берлинцы уже наблюдают, как русские войска проходят парадом через Брандбургские ворота, чтобы послушать речь Павла Горгулова. Стоит заметить, что самым запоминающимся моментом парада стал русский солдат, возгрузивший русский флаг на крыше полуразрушенного Рейхстага. Данный снимок точно войдет в историю. Дни страны Германской империи сочтены. Ну да, с учетом потери Берлина, ему же здесь точно недолго осталось. Столица сейчас в Эссене. А тут пройти реку и, считайте, взяли через Кельн. Можно сейчас глянуть на Шварцкор 51%. Вообще великолепно. Если добьем до 60, это просто нереально классно будет. Нам дадут разгуляться неплохо так на мирной конференции. Так, можно прокачивать наших генера... А, нельзя прокачивать. Надо игру перезапустить опять. Так, здесь нужно разбираться с этой Польшей. Все, подходите. Вот эти вот синенькие. Давайте тоже бегом сюда вот. И будем, знаете, наверное, Норвегию освобождать. Заберем ее тоже себе. Хотя она к интернационалистам относится. И вряд ли они будут этому рады, но посмотрим. Если уж против них, то можно их, Норвегию, захватить. Точнее, отхватить у Аргентины. Вот эта Аргентина вообще офигевшая. Она сюда сделала выездку, вон, в Центроамерику. Она там еще куда-то... Ох, кстати, смотрите. Ну, как я уже говорил, Тихоокеанские Штаты Америки здесь будут повержены. Потому что... Ну, они не осилят. Там им просто везло очень сильно. А сейчас их давят и в военной, и в экономической мощи. Плюс еще в Мексике тут мучит их. Так, ладно. Продолжаем здесь давить. А, здесь можно даже закрыть, смотреть вот таким вот образом. Давайте. О, подожди, подожди, подожди. Что? Австрийская империя призывает государство-королевство Венгрия в войну против... Ох, ё-моё. А мы воюем против Дунайско-Адрианского сейчас союза. Конечно, у них сейчас ситуация, посмотрите, какая. Но, тем не менее. А я войска отсюда свои отвел. Вот в чем дело. Так, может, мне сейчас пока Польшу не стоит трогать вообще? Ну, давайте, не будем ее трогать. Значит, мне сюда нужно поставить войска. Поставить, получается, вот сюда вот. Это, конечно, наши союзники. Ну, мне еще отдавить нужно здесь. Нет, походу, сейчас я одну армию все-таки украду отсюда. Наверное, сейчас пускай синие уйдут. Да, давайте мы синих отправим. Ну, блин. Давай-ка, кстати, сюда вот. Потому что сейчас Чехии вступят в войну, а я тут совсем не готов. А тут, в принципе, могут наши союзники кое-как, да, сдержать наступление. А тут опасно, если начнут с этой стороны на нас наступать. Потому что здесь еще и немцы стоят, понимаете? Так что здесь ударная сила будет такая нормальная. Так, все, давай-ка, наши пригнались уже. А тут с Галицией дела обстоят не очень. Фронта мне там просто нету сейчас. Поэтому давайте-ка мы вот этих сюда вот отправим. Я уже в наших армиях просто запутался нафиг. Подожди, давай не так жестко. Пускай здесь... Да что, что будет ждать? Пускай здесь румыны с Венгрией в соло повоюют. Тогда им не зацепится. Вот, а здесь давайте-ка мы нашу армию еще подведем вот эту. Быстро в темпе сюда бежим. И нарисую план. В принципе, блин, тут Польша проходит. Сейчас Польша капец, как повезло, что еще этот союз напал на нас. Значит, план пускай вот так. Здесь давайте мы сейчас укрепимся. И я наши войска, вот эти вот, которые тут стоят, которые здесь не должны сейчас находиться, отправлюсь сюда. Хотя мы здесь и так хорошо проходим, на самом деле. Но нужно более усиленно атаковать, чтобы еще больше ворскор получили. 40? Серьезно? Почему 40? Там же было 50. А, это, наверное, из-за того, что тут еще Дунайль же на нас напал. Ну да, она поделилась. Эх, придется резину теперь у Японии покупать. У Сяма уже не можем. Кстати, да, вот по этой причине. Вот это Сяма. Ну и вот это тоже. Ладно. Здесь мы сейчас начали атаку. В принципе, думаю, все здесь будет у нас легко. Да, у них тут точно не было ожидания, что сюда придет две армии. Ну, полторы. Так, значит, здесь пока стоим. Даже можно пробовать как-то вот так вот сделать. А, уходит. Ладно. Будем сейчас здесь атаковать. Тут, на юге, у нас сербы справляются вообще. Ну, здесь, как вы понимаете, румыны. Они растянули сюда вот, что хорошо. Думал, они будут заниматься только своими территориями. Но нет, они пришли еще сюда вот к нашим. Хорошо. У сербов сколько сейчас дивизий? 24, у румынов 27. Турки уже 4 сделали. А Персия 1 дивизия. Что-то Персия, походу, в качество выходит, а не в количестве. Ладно, здесь продолжим атаковать. Войска сюда вот наши перекинул. Ну, точнее, в процессе вот они бегут. Здесь, пока мы стоим, чуть позже я уже буду атаковать. Так, ну, конечно, вот эти вот фронты исправлять, потому что они растягиваются. Там, кстати, сообщение было то, что в Китае война закончилась. Какая-то непонятная очередная. Я, короче, сейчас поставил агрессивный план. Давайте даже, знаете что, давайте даже вынужденную атаку. Вот. Думаю, нормально будет. Также, кстати, нам нужно сейчас... Что? А, Словения еще. Освобождаем. А, ну, сейчас должно быть более-менее красиво все. Надеюсь, Словения нормально выделится у нас. А вот это решение, оно постоянно... Вот я его жму, и сюда ничего не происходит. Это, скорее всего, с вот этим вот. Значит. О, да, она хорошо выделилась. А это на то, что захватили тут. Хорошо. Чего у тебя тут, кстати, по экономике 4-5? Слушай, неплохо. У Хорватии тоже 4-5. При том, что какой у нее размер, какой у тебя. Ладно, здесь можем атаковать? Я думаю, вполне себе. Да, погнали. Здесь тоже все хорошо. А здесь атакую максимально агрессивно. Инвлекационная система. Пум-прум. Надо нам такое. Может быть, флот? Хотя, нафиг нам сейчас этот флот. И вообще, заранее нужно уже делать. Давай эскадрилью. Мне как раз воздушная доктрина пригодится. А вот по исследованиям выходим мы дальше вот сюда. Приоритет прорыва. Ну, конечно, пригодится нам. Так, значит. По Варскору сейчас 41%. У других стран он, конечно, тоже поделился. У британцев 9, у французов еще 15. У японии 4. А у Польши 18. Вот кто с Варскор стырил, понимаете? Мы с Польшей поделили Варскор. Может и вывезти из войны нафиг, а? Тогда, конечно, сюда Дунай выйдет. Пока Польша пусть живет, мы разберемся с Дунаем сейчас. А Польшу уже потом загрызем. Пусть она забирает себе земляки и хочет. Мы их себе отберем потом у нее просто. Сюда атаковать, я смотрю, вообще у нас никак не получается. Я так понимаю, здесь укрепления и тому подобное. Или нет укрепов? Есть здесь, ну, поломанные. Нету. Нету. А, здесь нет укрепов. Тут просто горы. Ну, давайте попробуем, кстати, сейчас агрессивку поставлю. Ну, да. Лучше, наверное, не надо. Да, здесь я лучше руками буду. Понял. Так, и тут продолжаем проходить. Также нужно сейчас выходить еще нам в Данию. Немножко здесь осталось. Оборона, ух, какая жесткость. Это немыслимо. Распространились новости о том, что немецкий козер, его кабинет и значительное число ключевых генералов отправились по воздуху и морю в Металлафрику, где они установили правительство во знании. Немецкие территории и союзники в Европе были оставлены на произвол судьбы, а структура, предложенная альянсом Рейхспакта, теперь полностью рухнула. Ожидается, что немецкие войска в Европе окончательно капитулируют в течение нескольких дней. И хотя германское правительство все еще существует, ясно, что мировой порядок, существовавший с конца первого вельткрига, вот-вот придет к концу. Это им забрез Литовск. Вот как. Немцам, значит, осталось совсем немного. А это, ну, все-таки французы взять до сих пор не могут. Брюссель в осаде. Ладно, продолжаем сейчас атаковать здесь. Ну и Данисы тоже, конечно. А, подожди, что это у нас здесь случилось? Опа-на. Мирная конференция, все-таки да. Теперь немцы капитулируют, единственное, что мы не можем сейчас их забирать. Можем только вот это забрать. Окей. Значит, забираем все вот эти вот земли. Также Беларусь. Варскора, думаю, хватит нам на много чего. Ну да, вообще, кстати. Тут Варскор прям дофига у нас. Значит, делаем вот так, вот так, вот так, вот так вот сюда. И еще Ригу взять. Но это все, но хватает. И теперь можно еще что-то с Болгарией придумать. Ну, конечно, сейчас ее целиком все захватываем. Да, потом еще выделим. Завершаем ход. И на этом все. А с немцами война здесь идет у нас отдельная... А, потому что Альянс же распустился. Понятно. И поэтому эти страны улетели. А теперь у нас с Германией нужно разбираться. Вот таким вот образом можно глянуть по нашему Варскору, который делится еще не только на Германию, но еще и на Союз. 3-4 процента. Ну, в принципе, я думаю, может нам столько хватить. Я особо не хочу эту Германию забирать себе. Я заберу некоторую часть. А остальное можно уже просто раздробить так, чтобы она была просто ослаблена. А вот, в принципе, и капитуляция. Раздробить, конечно, особо не получится, потому что мы не можем здесь делать марионетки. А себе забрать... Ну, давайте я заберу Пруссию. Я знаете, как даже хочу? Я же заберу себе Польшу. Я, может быть, вот так вот сделаю, а? Хм. Да, я думаю, так и поступим. А вот у тебя там нету этих самых заморских территорий? Нет. Конечно, можно было как-то... Тайно. Мне кажется, это вообще идеально, на самом деле. Минус Польша. Оп, такие территории. Плюс можно еще Галицию забрать будет у Союза. Жалко, конечно, Бессарабия у Румынии останется. Но я бы хотел, конечно, вот это тоже все забрать, чтобы была вот такая вот красивая ровная граница. Ну, там потом посмотрим. Пока мне главное забрать у Германии вот эти вот земли. Все остальное пусть уже делают французы там вместе с британцами. Они, конечно, очень умно поступили. Нормально. Ладно, сейчас будем Данию еще захватывать. Также здесь разбираемся с Союзом. О, господи. Котел. Прикольно вышло. Разбираемся с этим Союзом. И, в принципе, как у нас тут с ним вообще? 15% у нас. Ну, и мой чувство здесь недолго осталось, потому что он просто окружен врагами. И мы еще продолжаем войну против Голландской Астазии, Голландии, Бельгии, Уст-Индии, Дании, Ирландии, Мальты. Хм. Ну, сюда, конечно, я никак не попрусь. Это уже давайте на съедение Японии оставим. Сегодня произошло немыслимо. Немецкие войска, сражающиеся в Европе, прорваны. Рейх не может продолжать борьбу, и поэтому, похоже, кайзер и его кабинеты, многочисленные чиновники и генералы отправились в африканские колонии, все еще находящиеся в руках немцев. На данный момент война в Европе окончена, а Германской империи находится в полном замешательстве. Конец эпохи. Так, я сейчас у французов попросил правопрохода, но, походу, мне еще и у немцев нужно правопрохода будет просить. Выдадите, спасибо. А то, чтобы я из котлов-то этих повыходил вообще. Мы здесь, значит, войска еще размещаем и будем давить уже. А что у нас здесь, кстати, образовалась? Германская Социалистическая Республика. Ничего себе. Молодцы какие. А немцы сейчас, получается, здесь. Немецкое правительство в изгнании. Ну, у тебя даже особенный фокус есть. Жалко, даже названий на английском нету. Ну, а так они такие, немногочисленные, но понимают то, что они будут пытаться восстановить свои земли. Ну, а Стазия, конечно, и голландская стенда будет продолжать воевать против Японии. Ладно, нам сейчас важно разобраться с Союзом. Как интересно получается. Все самолеты, которые находились на территории Германии, у меня просто исчезли. Осталось 200 истребителей. Все. Все самолеты, которые я сюда вот ставил, они исчезли. Почему мы их не вернули? Серьезно? Их немцы забрали? Или куда самолеты делись? Ноль. У меня самолеты просто исчезли. Ой, капец. Так, сейчас еще Дания капитулирует. Вот... Блин, я не знаю, чем это сделать. 600 очков. Давайте сейчас я в Иотландию заберу. А это, скорее всего, меня сейчас отнимут. Там нужно 673. А, нет, не отнимут. Тоже забираем. Отлично. Так, из этого я сделаю сейчас марионетку. Болгарию я... Болгарию, да, я освобождаю. Она мне здесь вообще не нужна. Интересно, она заберет эти земли, которые как бы у нее отобрали ранее. Хм, я бы не хотел ей отдавать. Мы... Нет, она не забирает их. Хм, с претензией сидит. Хорошо, потому что она их уже не заслужила, на самом деле. Я хотел их отдавать, но она отказалась. По Пруссию, что делаем? Пруссию я не буду освобождать. Я ее буду оккупировать. Ой, конечно, здесь у нас есть некоторые проблемки. Стабильность, поддержка войны упадет. Политлайс. Ну, в принципе, нет. У меня цель оккупировать все это дело. Вот. А вот Даню я сделала марионетка. Значит, здесь продолжаем сейчас атаковать. И сюда вот я на вас... Да, вас немножко не видно. Игрушек, пожалуйста, отлагай. Короче, я те войска, которые вот отсюда, с Карелии, подвожусь сейчас на территорию Румынии. Здесь будем сейчас атаковать. Бегут они. Хотя тут, в принципе, уже атаковать, наверное, нечего. Чехии, короче, сейчас жмем. Только так, агрессивненько, ребят. Значит, в Праге мы сейчас закрываем здесь наших противников. Жалко то, что ворскоры малые. Тут оккупация, понимаете, у нас небольшая в итоге насчиталась. Поэтому вот такое вот. Польша больше всего отошло, конечно. Ну, тут она воевала, понимаете, чуть ли не сначала вообще нашей всей истории. Поэтому понятно, что так происходит. Значит, здесь наши войска тоже атакуют. И тут, блин, вену осталось взять. Давай-ка берем эту вену. Могут вас две дивизии тут топчутся. Давай-ка хоть часть сюда вот отправим. И, в принципе, они уже должны капитулировать. Так, а Бельгия тоже еще скапитулирует. И, интересно, можем что-то здесь забрать? У нас очков 161. Нужно 300, чтобы хотя бы Дюнкер взять. Францису 27. Ну-ка, давайте. Ах ты, забрала, блин. А ну, 300. Ну, тут уже много щелкать надо. Да, она, скорее всего, заберет все это дело. Да, ладно. Забирай Бельгию. Да, мне она не так уж и сильно и нужна была, поэтому отстань. Что по Вене у нас? Ну, дел в 109. Давайте. Венгрия тоже отлетает у нас. И теперь Австрия одна осталась. А, у нее тут столица, скорее всего, улетит ближе туда вот к Тиролю. Бразильская империя вступает в Антанту. Кстати, нам написали. Но Антанта потихоньку расширяется. Мне кажется, что и нам, правда, туда нужно будет вступить. Ну, ладно, давайте. В Германии в таком случае мы будем воевать уже два раза. Опа, а что это такое здесь интересное происходит? Коммунальная республика Волония и Флавандская коммунальная республика. Господи. Но на самом деле здесь выбора как такого у нас и нету. Чтобы быть ближе к третьему интернационалу, чем к Антанте, нам нужно, чтобы наше правительство было либо же тоталистическим, синдикалистическим, либо же социалистическим. Ну, короче, вы поняли. В ноу случае никак мы ближе к интернационалу быть не можем. Поэтому берем вариант «Железный занавес». Мы же вообще это ничего не делаете, быть сами по себе, но мне кажется, что надо идти по пути Антанты. «Железный занавес» запустился на континент, и мы сломаем его, если понадобится. Давайте. Мы к Антанте, конечно, тоже так к себе относимся, но здесь у нас синдикалисты будут неплохо так нас напрягать. Лучше будет, если мы вернем в Европу Антанту. Так, Вену мы взяли, в общем-то. Теперь давайте-ка вот сюда будем двигаться. Им везет то, что здесь у них горы, конечно, есть. Так, средний танк готов у нас. Теперь Т-43. Превышение небольшое идет. Давайте, поехали. 147 дней. Ну, в общем, потихоньку сейчас я средние танки начал производить. 5 штук в день, без разгона эффективности производства. Так-то будет под десятку, так что нормально. А вот нам же еще ведь нужно делать машинки. У нас их 900. Моторизацию будем использовать, механизацию пока я не оселю. Давайте машинки вот эти вот. Им, конечно, тоже резина нужна, да. Поэтому сейчас военные заводы достроим. И, в принципе, уже будем делать мы нефтеперерабатывающие заводы. Там по прокачке. Нужно будет их еще прокачивать, а то они там плюс один резин дают, а это очень мало. Наш сейчас варскор, кстати, 22%. Потерей 40 тысяч. А мы, кстати, нанесли под сотку Австрии. Тут тоже близко к сотке, да. Как всегда, соотношение у нас хорошее, даже если мы находимся в таком невыгодном положении. В плане ландшафта, конечно. А так-то здесь максимально невыгодном. Это вот как раз таки Австрия. Кстати, а тут у нас, смотрите, какая провинция интересная есть. В Карловой Вары. Блин, я бы ее в себе оставил. Был бы как прыщик на территории Германии. Как издевательство. Так, кстати, столица... О, да, реально в Тироль улетела. Так и знал. Что там по капитуляции у тебя? Слушай, немножко осталось. Даже, возможно, без столицы обойдемся. И, кстати, нам нужно уже еще построить Иваньковскую ГЭС. Мы здесь получим две фабрики. Отдавать. Через 270 дней. Блин, надо было заранее устроить. Что-то я про нее забыл совсем. Интеграции. У Западной Украины еще нужно проводить. Сейчас, конечно... Не, ну давайте, ладно, давайте сейчас проведем. Почему бы и нет? Ох ты, е-мое. Торговля прервана. Я что, все фабрики, что ли? Вот, ау. Я так привык частенько сюда щелкать, что там по процентам в итоге в сумме капец как дофига вышло. До Западной Украины 15% забирает. Что-то я не придал даже этому значения. Ладно, в принципе, без строительства немного посидим. Дальше нам нужно будет вообще напасть у нас на Финляндию. И будем думать еще насчет Азии. Нужно разобраться с монголами сначала. Потом уже думать насчет Трансамура. Япония, конечно, она отвлекается. Смотрите, вот сюда вот. Мне кажется, что можно воспользоваться этим моментом, чтобы с Трансамуром разобраться. А это что такое? Японская империя. Ёпарас это. Это как так интересно получилось? Ты издеваешься? Ты же с Тетин забрал отсюда. Капец. Поражение Германии от объединенных французских и российских войск некоторое время назад вызвало шок по всему миру. И стало очевидно, что этот второй вельткрик изменил лицо Европы на долгие годы. Континент был разделен между третьим интернационалом и русским блоком. Оба из которых обладают огромными силами и имеют кость, чтобы выбрать с другой стороны. О, ну и перевод, конечно, тут. И все же ни один из них не решил нести удар первым, оставив континент расколотым надвое. Петроградский университет в России имел честь принимать у себя сэра Уинстона Черчилля, известного британского государственного деятеля, писателя и бывшего первого лица адмиралтейства Великобритании. Выступая перед присутствующими студентами, Черчилль первым делом обратил внимание на огромные жертвы, принесенные русским народом во время Второй мировой войны, и заверил, что Британская империя и Россия всегда будут естественными союзниками в этом новом мировом порядке. Политик описал Европу как континент, разделенный между двумя принципиально разными силами, свободой и синдикалистским террором, добром и злом, и что их разделяет железный занавес. Он выражает свое разочарование тем, что столь значительная часть европейского наследия и знаменитых городов теперь находится во французской сфере, и надеясь, что Россия и Содружество смогут объединиться против этой революционной угрозы. Хотя Черчилль не был первым, кто высказал эту мысль, поразительная образность его речи установила новый рубеж в истории. Европа вместе с ней и весь мир были разделены в замороженном конфликте, идейной борьбе, а не балансе сил. Ее можно решить только путем подрывной деятельности, гонки вооружений и дипломации, или конфликтом гораздо более разрушительным, чем второй Верткрик. Новая эпоха в мировой истории. Да, на самом деле сейчас Антанта желает очень сильно того, чтобы мы вступили в этот альянс и были ведущей как бы стороной в нем, потому что, я так понимаю, только мы действительно можем вернуть Францию и Англию домой себе, в Европу, и уничтожить синдикалистские здесь страны. Мы помним хорошие времена нашего сотрудничества в рамках Антанты. Перед лицом синдикалистской угрозы на Западе мы должны вернуться к нашим старым друзьям и помочь им возвратить Родину. Согласен. Конечно, там говорят что-то о свободе, туда-сюда, но мы, конечно, тут не совсем страна, так сказать, либеральная, демократическая, как большая часть Антанты. Но, тем не менее, больше никто Антанте помочь не может. Славянское правительство в изгнании. Пора им вернуться на свою территорию. Ну да, давайте, возвращайтесь. Ну че, как у нас здесь? Получается? Ну потихоньку, да, мы проходим, молодцы. Так, у нас здесь часть фабрик вернулась, поэтому я ресурсы начал закупать. А вот, на три фабрики здесь. Резины, может, давай-ка Японию чуть-чуть возьмем. Где-то хотя бы вот так вот, чтобы хватало машинкам. И, смотрите, я еще перевел наши вот эти вот войска, основные, сюда, на эту территорию Германии. Мы все-таки имеем право прохода по ее территории, поэтому можем с ее территории, в принципе, атаковать. Так ведь? Да. Ой, я все понял. Я понял, почему они прорваться здесь не могут. Тут реально тяжело. Голландия отлетает. Ну, здесь больше всего варскору получила именно Япония и Франция. Ну, Япония уже поназабирала у себя земель. Ну, тут мы вряд ли себе что-то заберем, да. Тут чисто забить. Хотя, может, сейчас я быстренько варскору накоплю и что-то заберу. Допустим, Барабант. А, чёрт. Ну, ладно, Барабант есть. А, может быть, еще я... А, ладно. Что у нас здесь такое имеется? Фламандская коммунальная республика. А, она и сюда выходит. А это наши земли, Барабант. Я думаю, стоит его освободить. Можем ли мы здесь какую-то маринетку сделать свою? Допустим, Голландию выделить. Потому что здесь Голландии уже нету. А, и Мальта выпала из войны. Сможем её забрать? Там 500 надо. А, дайте нам Мальту чуть-чуть. Не забирайте. Блин. Ладно, Мальту забрали. Окей. Ладно, короче, прорываемся здесь. Надо быстрее эту войну уже закончить. Ну, что, ребят, присоединяемся к Антанце. Конечно, наш альянс Московский пакт исчезнет. Но зато мы приобретем не очень-то и ценных, но всё же союзников полноценных. Давайте, вступаем. И теперь это у нас Антанта. И я думаю, кстати, перехватить лидерство над этим альянсом. Потому что мы сильнее, чем здесь любая страна другая в этом альянсе. И надо пробовать, кто сейчас у нас здесь глава? Наверное, Канада? Да, Канада. Может, посмотреть, сколько стран здесь у нас участвует в этом альянсе. В принципе, много. Но они не очень-то и большие. Плюс прибавилось куча из-за того, что мы втянули ещё своих союзников. Или как? У нас Сербия тоже в Антанту вступила. И все остальные, которые не являются нашими маринетками, но были в составе Московского пакта, тоже поступали. Хорошо, я думал, что они выйдут из альянса вообще, когда Московский пакт распадётся. Но, тем не менее, всё получилось. Мне лидерство можно получить? А, должно пройти в 180 дней. В 41-м году, в 3-м месяце 13-го числа сможем. Окей. Всё, подождём. Я думаю, мы сможем точно забрать, потому что, ну, сравните наши страны. Канаду и нашу. Так что мы станем лидером Антанты. Пропочнит фокус индийская политика, понятное дело, потому что Индия, она принадлежит, как бы, Антанце. А вот возвращение Аляски, это уже неплохо. Давайте-ка... Так, что мы здесь будем делать? Давайте-ка возьмём монгольский вопрос. Монголы не только оккупируют Тову, нашу законную землю, но и стоят на нашем пути в Китай. Мы должны что-то с этим сделать. Хорошо, получим претензии, будем иметь возможность потребовать Тову. И атака в Великой Монгольской империи. Окей. Сейчас наши войска перевёл сюда, вот. И мы, в принципе, будем готовы уже нападать на Финляндию. Кстати, можно поддержать Камону Бхарата, Федерацию Раджи, но или Дели. Дели на нашей стороне, поэтому будем Дели и поддерживать, соответственно. А что здесь? Получим мнение, будет нас дух утверждает правительство. А, ну, в принципе, давайте поддержим, почему бы и нет. Делегация от канадского правительства прибыла сегодня, чтобы официально пригласить русское национальное крестьянское государство присоединиться к IDESC. Как это правильно считается? IEDC. Имперскому совету экономического развития. Он был создан для содействия более широкому экономическому сотрудничеству в рамках Антанты, с ежегодными и добровольными взносами политической власти, которые инвестируют собратно в страны-члены по усмотрению Канады. Есть те в правительстве, кто выражает озабоченность тем, действительно ли русское национальное крестьянское государство увидит отдачу от своих инвестиций, поскольку королевство Канада может просто решить инвестировать все в себя. Но учитывая, что пожертвования являются добровольными, кажется, что это обеспечит короткую жизнь этому совету. Так, можно инвестировать в политласть. Ну, потом они тогда уже выбирают, кому эту политласть отдавать. Блин, кстати, интересно придумали. Ну, давайте поучаствуем. Я сотку отдам, давайте. Почему бы и нет? У нас, в принципе, ее хватает. Наш вклад в IDESC позволяет нам пользоваться их списком консультантов, выгода от которых больше в зависимости от того, сколько мы внесли в группу. Как мы будем использовать их в течение следующего года? Пусть они нам помогут с нашей экономикой. И нам бы очень пригодились их морские инженеры. Инженеры-строители бы нам были бы очень полезны. Скорость строительства здесь плюс 30% за год. Так это офигенно. Это вообще. Здесь у нас на верфь флоты, скорость ремонта кораблей. А тут что у нас? Эффективность ресурсов, фабрик получим чуть-чуть. Объем производства плюс 15. Блин, нет, давайте на строительство, потому что это, знаете, бонус на производство. Ну, мы сделаем технику, завтра мы ее потеряем. А тут на строительство плюс 30%. Это офигенно. Ну, да, фабрики. Блин. Ну, через 50 дней к нам должны прийти эти фабрики. А вот то, что у нас забирали по-крупному, только через 153-253. Блин. Неприятно, что у нас такой бонус сейчас есть, а мы фабрики, блин, отдали на такую фигню. Ну, ладно. Давайте будем здесь сейчас атаковать. Проходим. Австрия, блин, держится. Ну, капец, как долго. Тут от нее осталось. Вот вообще, считайте, ничего. А она держится. Ладно, давайте пока мы на этом закончим, мы в следующей серии уже продолжим. Ведь у нас еще осталось очень много планов и очень всего нужно еще успеть сделать. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте обязательно колокольчик, включайте все уведомления, чтобы еще не пропускать новые видео. Скачивайте моды на русском языке из нашей группы ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Оформляйте спонсорскую подписку, чтобы получить крутые бонусы, например, возможности много разговаривать на стримах, а также доступ к нашему закрытому сообществу для спонсоров. Сидите наши сериалы в Дискорде, посылки в описании, там общаемся и играем различные популярные партии. Ну что ж, с вами был Эмбро, спасибо большое за просмотр, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok